Мягкость побеждает мягких, мягкость побеждает суровых. Отсюда вывод, мягкость всесильна. Привет, Даша, и сегодня я буду рассказывать о своей форше-посылочке, которая, на самом деле, ко мне прибыла еще в середине декабря или начале даже. Все это помещается так у меня в одну руку. Но продуктов, о которых я расскажу, будет больше, чем вот держу в руке, потому что часть из них была подарками моими, моим коллегам. Коллеги, привет! К Новому году. Ну, поехали. В первую очередь я хочу рассказать вот об этом чудесном масле. Оно из коллекции Какао, так и называется. К сожалению, камера не передает всей божественной красоты этого флакона. Признаться, до того, как его заказать, я слышала не совсем положительные отзывы других девушек. Ну, я не один только отзыв, я о нем видела. Но все-таки я его заказала. Вот интуиция мне так сказала, я не ошиблась. Вот он стоит просто ради того, его приобрести, просто чтобы на полку поставить и любоваться. Как на праздновение искусства. Он действительно очень красивый. Но на самом деле я не понимаю отрицательного отзыва о нем, потому что он мне понравился. Это масло для тела. Вроде как его для волос можно использовать. Но я подошла к подходу иначе. Я его использую вместо ночного крема на лице. И очень довольна. Пахнет он так же, как вот эти две вещи, которые уже видно, я наполовину почти израсходовала. То есть это такой какао энд оранж серия, какао и апельсин. И запах, естественно, такой пряный цитрус. Я бы его так назвала. То есть это же какой-то теплый аромат, но вот с лимонными нотками. Однако я бы не стала использовать такие вещи в теплый сезон, когда жарко. Потому что был бы перебор с зимой самое то. Я очень надеюсь, что следующей зимой я снова увижу продукты из этой серии в Эфраше. Потому что удачненько все вышло. Итак, вернемся к маслу. Пахнет он немножко более тепло. Послаще, чем гель для туша и жидкое мыло. Но в принципе так же. Думаю, гели для туша с жидким мылом особо распространяться не стоит. В рекламе эти средства марки Эфраше не нуждаются. Так как тут полным-полно СЛС, пенится превосходно. Я до такой степени превосходно, что я даже гель для душа Эфраше использую вместо пены для ванн. Потому что они так пенятся, что никакая пена для ванны, собственно, и не нужна. Все чудесно, все прекрасно, все великолепно. Был у меня еще крем для рук из этой серии. Они не такие по качеству, как знаменитые крема Этуфраше в таких банках. Я позже вставлю картинку. Текстура более питательная. То есть, действительно, для ухода именно в зимний период, когда кожа нуждается в более внимательном подходе к ней. Ну, несмотря на то, что этот крем более плотный, скажем так, чем обычный, впитывается он на ура. Просто вот так. Мне понравилось. Ну, показать не могу, подарила. Также я приобрела и малиновую серию. То есть, если это называется какао энд оранж, то там какао и малина. Нет для меня. Цела сирень. Сладкий для меня слишком. К тому же, с тех пор, как я в детстве собирала урожай малиной на даче, я ее переела. И с тех пор у меня предвзятое отношение к малине. Ну, иногда я ей упалуюсь, как продуктом именно. Но вот косметические какие-то вещи, содержащие себе этот аромат, я все-таки стараюсь избегать. Ну и вообще, если ты захочешь попробовать, я правда не обращаю внимание, вот продается ли вот эта серия еще в магазин, потому что это считается такая новогодняя линейка. Если ты хочешь приобрести, учитывая, что вот этот свежачок, а малинка, она сладенькая. То есть, если тебе нравится сладкое, бери малинку. Если ты такая же любительница цитрусовых свежих запахов, как и я, то, конечно, бери лимончик. Щупала я гид для душа и крем для рук, по-моему, я это уже сказала, да? Качество точно такое же, как вот в этой серии, отличается только запах. На этом все. Радуйся мелочам. Это прекрасно. До скорых встреч. Пока.